Добрый вечер, это канал Максим Мадзе и сегодня мы продолжаем GTA 5. Можете вот сейчас видеть по запуску игры, что это действительно лицензионная версия. Куплена она не мною, куплена она моим отцом, но как по наследству аккаунт перешел ко мне от отца к сыну, получается. Он просто в эту игру уже больше 2,5 года как не играет. Да, все-таки не друг помог мне установить лицензионную GTA, но он зато помог Red Dead Redemption 2 установить не ему, а за это огромнейшее спасибо. Игрушка реально очень классная, она обязательно будет на моем канале. Но правда в игре есть один недостаток, который ее делает немного скучноватой. То, что там задания однообразные и часто становится, там все время на конях надо ездить и убивать кого-то. Но зато там очень большой открытый мир и там гигантский просто открытый мир и все такое. Так, я понизил в GTA 5 немножко разрешение, ой, точнее не разрешение, а качество, текстуры и некоторые вещи, потому что они на очень высоком месте стояли. Потому что у меня один человек говорит, что мне надо было снизить немножко настройки игры, потому что FPS падает при записи. Так, короче говоря, дело такое. Майкл задолжал Мартину Мандрасу кучу денег за разрушенный дом. И 2 миллиона долларов где-то примерно. Сейчас мы направляем... Сейчас Майклу приходится выходить из отставки и снова браться за старое. Для этого и мы едем к его старому другу Лестеру за помощью. Ехать довольно далеко, поэтому пока мы будем ехать, я немного проговорю про игру Red Dead Redemption 2. Она обязательно будет на моем канале. Игра очень крутая, может быть даже еще круче, чем GTA 5. Но она, конечно, все равно вступает по популярности в GTA 5. Но по мне она круче там. Как бы это только на Диком Западе, она даже на движке на том же самом сделана. Первую часть я играть, скорее всего, не буду, Red Dead Redemption 2. Потому что в ней русского языка нет. Без русского языка вообще сложно будет в это играть. А вот Red Dead Redemption 2 обязательно будет. Там игра очень длинная, имеет 4 концовки. Хорошая, нейтральная, плохая и очень плохая. Все зависит от выбора игрока. Ну, игра, честно говоря, длинная. Она уж точно длиннее, чем GTA 5. Но... Может быть, это даже и к лучшему, потому что заданий очень-очень много. Там куча красивых мест. Огромнейший просто открытый мир. Вот этим большим голубым кружком на миникарте обозначен инкассаторский фургон. Его можно выстрелить по дверям, как прям точно. И можно будет украсть оттуда денежище. Не знаю, честно говоря, сколько я ни разу не сумел ограбить инкассаторский фургон. Одной миссии нам придется ограбить инкассаторский фургон. Но до нее еще довольно далеко. Это только четвертая серия. Лестер у нас живет вот в этой деревне. Такая вот нежная-то короткая дорога у нас получилась. Вот и дом Лестера. Поцарапал машину свою, ну фиг с ним. Лестер, что к тебе, ты меня пустишь или нет, а? Минуточку. Я тебя уже заждался. Я же умер. Аллилуйя, видимо, умер ты не насмерть. Тебе нужна моя помощь. Как ты догадался? Раз уж ты сюда приперся, а иначе зачем ты здесь? Лестер, я был не очень хорошим. Я знаю. Ты собираешься, наверное, стать упущенной выполнением моей просьбой. Точнее, я имел в виду... Мне надо сделать кое-что, кое-что узнать. Мне надо сделать кое-что, кое-что узнать. Причем бы нам не помочь друг другу, мне нужны деньги. Ты снова в игре? Похоже на то. Послушай, Лестер. Насчет того, что случилось... Я знаю, что ты не называл меня. Я не засвечу. Я знаю, что ты никогда мне не придавал. Что касается того, что я никому не сказал. Что вместо физического разолопять на кладбище, ты морально разбираешься в Ул-Сантосе. И жены, которые тебя больше не любят? Да уж. Ну, раз уж что-то пошло... Поволчи-ка, погоди. Пришло оповещение. Жалкость тебе, Павло. Сраный шарлатан. Кто? Джей Норрис? Ну да. Блживая. Я читал его в... Он мошенник. Я слышал, он заявляет, будто спас Америку. Так, отдавая все свои проекты, подавая нам кластмассовое говно с убогими возможностями. Настала час расплаты. Черт возьми, че ты говоришь? Пришло время применить белый бортячок, о котором ты давно мечтал. Вот, возьми вот этот. Стильный рюкзачок, как будто специально созданный с 45-летнего дяди, со старшего 80-х годов и облачить костюм гениального математики, страдающего из... Скоро в свою карьеру нужно ввести, конец фокальный банк. Так, Лес, проваливай давай, все. Позвони, когда будешь готов. Поможем естественному отбору сделать свое дело. Это будет весело. Ты издеваешься над мной или что? Я специалист по банкам, а не посетивым штукам. Будет тебе и банк скоро. Найду чего-нибудь. Это как в старой доброй вилле. У Лестера с Создарфем большие проблемы. Поэтому вот такие вот делишки у нас. Так, что у нас там, короче говоря, такое за задание? Нам надо сначала костюмчик купить. Жалко, что в этом костюме нельзя поехать, конечно, туда. Так, 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 так. Кстати, мне писали в комментариях, жду ли я GTA 6. Конечно же, я жду ее. Правда, я не знаю, что в ней будет. Почти ничего про нее особо неизвестно. Еще ни одного трейлера даже нет. Хрен знает вообще, когда она выйдет. Я думаю, что она будет дохренище место занимать. Еще больше, чем Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 занимает 125 гигабайт. А GTA 5, 88 гигабайт. Сколько будет GTA 6 снимать? Вообще хрен знает. 200 гигабайт. Ну, я надеюсь, конечно, что не будет 200 гигабайт. У меня компьютер столько не потянет, наверное. Хотя, может, у меня получше компьютер будет уже. Извините. Меня пригласили на собеседование в одну IT-компанию. Мне нужно кое-что выглядит. Их на нем помоложе. Потеряя работу, надо как-то жить дальше, да? Бывает. Ну, не то, чтобы потерял его. Ну, конечно, просто вы стали старше. Работу отдали. С моим папой и так же обошлись. Прямо важно не выглядеть белой вороной. Как насчет жилета и шортов карго? Купите подходящую одежду. Мне вот это нравится. Сойдет, говорите. Может, очищки еще взять какие-нибудь? Тут только такие есть. Больше нельзя пока больше купить. А я думал, это реальные люди сидят, а это мы не и гены. А что там далеко ехать, интересно? Майкл? Так, я переоделся. Что нужно сделать? Бототип, где находится в офисе моих инвейдов. Найди, включи к нему. Мне надо допустить, почему нет, если ты выглядишь. Так, надо жди, пока кто-нибудь отнахрой двери и действуй. Фургончик, который у меня в гараже прям стоит. Такой же точно. Возьму-ка я его. Да, я его. Так. Ну надо же, полицейский. Не хватало мне. Вот зачем я это сейчас сделал? Я хочу прорекламировать канал своего друга. Канал называется Чего хочу, то и врачу. Подписчиков имеет всего 15 штук, но ему нужно, чтобы вы его поддержали. Он выпускает довольно качественные видео с хорошим, правильным монтажом. И именно владелец этого канала, Алексей, именно он помог мне установить лицензионную версию Red Dead Redemption 2. Огромнейшее ему спасибо. Обязательно подпишитесь на его канал, так же, как это я сделал. Так, ладно, от полицейских избавились. Теперь едем на вот этот тут офис. Главное, чтобы нас там никто не застал врасплох. В этом офисе, который вообще фиг знает, что там готовит какое-то там новое устройство для презентации. Тихо, 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 господи. А зачем я туда ехать должен? По навигатору. Как я там припаркуюсь-то сейчас? Тут автобус мешает. Привет. Да, все хорошо. Но руководство хочет больше функций. Мы в определенной раз такое дело, нам придется урезать смысл. Тем более мы планируем чуть-чуть выпустить платное обновление. Ну, то что надо, то же надо. Понимаете, вы все это? В смысле мы должны были выпустить бета-версию в четвертом квартале. Я не против жестких сроков. Но требования проекта меняются чуть ли не каждый день. И работать довольно тяжело. Вы понимаете, о чем? Ой, мой законный прикурный заканчивается. Погодите, мы знакомы? Думаю, да. Вы временный айтишник, так? Вы должны кое-что для меня сделать. Вам надо оформить заявку. Нет. Я не хочу, чтобы это попало в базу данных. Ну-ка, давайте-ка, знаете что, звук сделаем потише, а то меня плохо слышно, наверное. Куда ты громче-то сделал? Ты охренел, что ли? Ну-ка, тише я тебе сказал, сделай. Ну, не надо оборачиваться, я за тобой иду. Если большие парни валят меня в обладу, я реально займусь пропагандой технологии. А можно даже и не буду. Смотри. Смотри. Силые разрешения неспользуются к улочке, которые я просил, проблем бы не возникло. Так, устройство, которое готово для презентации. Здорово. Сейчас мы бомбочку туда запихнем. Найс. Круто. Вот так-то. Я, наверное, вот этот момент с компьютером вырежу. Чтобы... Чтобы нас вдруг не забанили там, например. Посмотрите презентацию дома. А можно я на такси доеду домой? Так, сначала с Лестером. Эй, Майкл, погоди, хэдшот. Я влетел тебе хэдшот. Лестер, я вставил из-за штуки прототип. Иду домой смотреть презентацию. Друг мой, прошло время для изврата. Ты че меня слышишь? Ты опять выиграешь эту игру или че? Да, 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 извини, ты делал свою часть. А ты что, не любишь шутеры? Они все одинаковые. Ты знаешь, я люблю кино. Войнудскую классику. Войнудская классика закончилась 13 лет назад. 30 лет назад. Остались только один супергерои романтической комедии, джоримейки. Ничего интересного. Я верю, что в этой стране много можно еще делать интересных фильмов. Лучшая иллюстрация американского образа жизни. Смотрел часовой фильм, в котором герой выглядит круто и побеждает. Как скажут, после того, что раздольствие беседы не меняет. В общем, позвони на номер, когда он покажет, что он, когда я поговорю. Здравствуйте, можно заказать такси? Конечно, машина скоро подъедет. Спасибо. Майкл свой телефон может также мелодию выбрать. Честно, непонятный рингсон. Оставлю первый который. Ну, давай быстрее. Спасибо. Выглядит? Нет. Я смотрю, что здесь слава. Очень жаль. Отдай. Это срочно. Стыд и слава, это позорно. Шоу вообще? Вот он. Встречайте, мистер Джей Норриса. Да. Достанет телефон, и тогда я все сделаю. Эй. Привет. Наша компания проделала большой путь. С тех пор, как мы ютились в раздевалке бассейна в доме моих родителей. Сегодня на ваших глазах рождается новая эпоха. Настоит эпоха благотворительного мирового господства. Мы вложили в открытый доступ личные данные миллиарда людей. И неплохо на этом заработали. Мы используем самую модную рабочую силу в мире. Средний возраст 14, примерно, с года. Это впечатляюще. Революционное достижение. И сегодня, прямо здесь, мы сделаем новый шаг вперед. Сейчас вы увидите будущее. Мобильное устройство Лайнд Вейдер. Мы изобрели то, что никому в голову не приходило. Кое-коже, какой-то кто пытался позвонить нам. Алло. Боже мой. Охреневец. Сигнал потерян. Охренительно вообще было. Жутковатая смерть, я вам хочу сказать. У него голова всего. Без головы остался. Чувак. Фу. Да. Давайте-ка переоденемся. Потому что... Не очень так как-то. Лестер, это было нечто. Ты новости смотришь? А мне и не нужно, я слежу за рынком. Буду торговать альфы до самого закрытия. Ладно. А как наше дело? А, конечно, давай займёмся делом. Переоденься и поприличнее встретимся у моего склада возле автостралии в Лос-Антос. Кстати, сейчас пришлю тебе ссылку на брокерский ресурс. Можешь ли сам немного поторговать? Я почитаю держаться, но ты не торгов подальше. Чё бы нам одеть, интересно. Пиджаки. Давайте такой. Ну и давайте какое-нибудь выполним задание за Франклина. Без него так как? Без него никак. Ах, вау! Так. Франклин, короче, на пляже что-то делает. Точнее, не на самом пляже, а на ярмарке возле неё. Угу. Тебе стоит научиться стрелять как следует. Найти время и сходи в кир. Ничего, ничего, я стрелять умею как надо. Кто-то... Всё передумал, что ли? Он же вроде собирался замачивать меня. Но он бы не сумел, я думаю. Да, я перекрашу свою машину потом. Но не сейчас. Где выход вообще? У вас есть свободное такси? Такси уже в ходе. Здорово. На таксишках передвигаться быстрее. Но вот это вот с презентацией было охренительно вообще просто. Да что ещё такое? Что такое, кореш? Чего будут придётся зависать? Да не вопрос. Лучше место просто не менять. Будут там не теньсти места нажать к чему-то и замясться. Нигер. Просто прибеди за ним, ладно? Конечно. Нет, нет. Надо убежище сегодня. Домой к себе. Надо ехать. Да. Давай. Вези меня быстрее. Да-да-да. Ладно, брат, вот мы сейчас. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Зачем? Что мы потом играть будем? здрасте я ничего не хочу знать какого черта что за черточина тут вообще происходит не очень-то весело в этом доме чувак даже половину натуре давай смотри кто с нами как она почем нет я должен проявить уважение нет нет не удержим и вернулся давай черт не придется провести день с очередной жертвой кризиса среднего возраста что это за мудак что сказал мне что ты прям скучал по мне нет я не скучал еще бы сто лет тебя не видеть грабил я твою мать ограбил я даже ни разу не вспомнил по себе ты шутить вздумал да я вижу у тебя прекрасно со всем справляешься да он мне все в норме я так и думал кстати на зоне я видел петухов у которых есть побольше твоих так что любят на расследовании скрытых да я так подумал действительно шутник ты лучше разговариваешь с этим клоуном а и скулы в сайм смысл мы команда в этом году почему мы сейчас собираемся ты ведь знаешь его оттогол знаешь что хорошо что ты вернулся я же не здесь нам тебя очень не хватало тебя в тюрьме точно отрустили ты видел что у меня чуваков вроде тебя который драли божей каждый день и кстати в этом году тебя никто не уважает а вот меня уважают да а Да, это только твои мечты. Только твои мечты, ниггер. Ты своё получишь. Да пошёл ты. Я клянусь, чувак. Встреч, брось. Встреч. Не задирает. Любит. Ладно, давай, погнали уже. Ты поведёшь, Ликок? Куда погнали-то? Пойдём забирать оружие. Зачем? Это бизнес. Бизнес. Вы ведёте всех как бабы. Ладно, уже, поехали. А я знаю, что это за задание нам придётся встретиться с бандой Баллас. Которые ещё были в GTA San Andreas. Если у тебя есть гир, ты можешь тоже получать гирюкот, да? Факен, крэзи-хэрд микрофон, мотфака? Я у меня микрофон, я могу шеврить прямо в твою пузырку. Ниггер, ты ходишь, как ты кистина и шипа, в любом случае. Ты знаешь, когда я уходил, ты пунксов были маленькие хоми, и я был большой хоми. Теперь я уходу, и твои маленькие хоми, это большой хоми. Значит, тебя стричь взял, так? Так? Так вот, ну, можно тачку научиться, кстати, водить, мне кажется. Только... Надо ещё научиться пропускать машины, которые надо пропускать. Надо оружие припастись. Вас приветствует амунация. Оружие для знаменитостей. Ну чё, как чувак? Есть стрелковый тир, любые навороты на все оружие. Круто. Здесь можно понаешать. Сосы хопула. Давай сразу крупный калибр. Я сам сейчас разберусь. Совсем. Бронежилеты, да, будет неплохо. Купим один. Он слабоват совсем. Оружие, оружие, какое мое оружие взять должны. Помповый дробовик. Ну, патроны тоже приблизятся. О, выносливость повысилась. Отлично. 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 О, выносливость. О, выносливость. Ну, ехать не очень-то далеко, в принципе. Ну, ехать не очень-то далеко, в принципе. Просто какие-то идеи, это все. Мэн, идеи не твои сильные, Супер. Так, поставь это на меня. Это ничего реального, хмэн. Когда есть что-то реальное, мы поговорим. Була-шит, мэн. Это реальное, чем эта хрена. Вот тут-то мы и с ними встретимся. Ты почему-то дверь не закрыл, слышь? Это что-то мне страшно. Я больше, как-то хранить на плане сайта. Нет. Ты больше, как-то пункт-битч. Чё, как придурят? Как с вами товар у нас? А где бабло? Дайте мне деньги. Как делишки, Ламар Дэвис? Всё в порядке, да? Эй, погоди. Ты же вроде этого ниггра похищал. Добро, я тут все свои. И... Только что вышел. Встречаюсь с людьми, сидел с кое с кем. Слушай, а ты не причем так? Эти ниггеры облажались. Что с хрени-то у нас, а? Это не полиция. Это балосы. Вот говно. Нас подставили. В жопе. Ой, я стреляю в свои волны. На. На. Сараза. Смех. Броня закончилась очень быстро. Смысл покупать такую броню особо, я чё-то не вижу. Ох, ю. Ох, нифига, ни одним выстрелом пол, половины сняли. Not me, nigga. 沒有, ты… CG, UFO, Life! ontold from Л angel и 지� absolument – АAR! полонировал лpecially奶у Нени губааь? стыд! Та turning шум! Отпустите, черт?! Вас подожди и сланедлен бомpsаь! я из-за тебя подыхать не собираюсь зачем нас тянул общего это а ламар вот он еще один а как они на одной машине поместились все его и расстроился всерьез коррежда а че че жив что ли какого черта ух ё-моё сколько на поездки они сейчас загорятся и почему я не вижу то никого лет м м м а вот он сейчас господин у них вообще не видно ни одного как хорошо что мы сохранимся прямо здесь м Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это необходимо сделать DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok да ее моё ненавижу ездить без шины потому что машину заносит вот видите что без шины происходит с машиной скрыться от них это полная проблема когда три звезды ехать надо там где нет полицейских ну что ж это такое вот они опять не увидели а с с с деваться некуда зашипись скорее скорее быстрее 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 скорее всего давай 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 надо приезжать так чтобы надо так сделать чтобы нас полиция сейчас не заметила открывай что они все равно нас видят ну что ж такое л планово просидим тут может они отстанут от нас здесь нас так и можно было сюда и не ездить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok